Даже сейчас в интернете можно найти книгу Вимани Кашастра, где подробно описывается колоссальное количество всевозможных космических агрегатов, которые прилетают из соседних ячеек. Помимо того, что описываются, как они называются, описано, из чего они сделаны, чем заправляются, как управляются. Точно так же, как Гитлер, в 44-м году есть карты, сохранились до наших дней соседних ячеек. То есть немцы, когда достигли своей так называемой швабии на подводной лодке, они отправились в ячейку. Сейчас даже могу, кстати, карту эту показать. Может, я сейчас попробую расшарить ее. Так, демонстрация экрана. Все, раз, два, три. Сейчас скоро будет слышать. Да, я здесь. Ты представься мужикам. Всем привет, я инкогнито, живу в Дрездене. Привет, инкогнито. А ну вы представьтесь, я буду это, по финалу. Ну ладно, тогда я буду представляться. Вячеслав Кадлеров, город Харьков, создатель данного канала. Сейчас мы инкогнито с тобой висим не только в скайпе, но и в онлайне. Нас смотрят порядка 60 человек сейчас слушают в онлайне. То есть, да, 61 человек смотрят. Ну, я инкогнито хочу это как бы ввести в курс дела. Дело в том, что предполагаю, что инкогнито не сталкивался с такой темой под названием «Сотовая земля». Да, пока не сталкивался, хотел бы ознакомиться. Ну, дело в том, что 25 апреля прошлого года я озвучил свои труды, которые писал 20 лет назад в тайге. После этого интерес к моим трудам и к моей персоне резко подскочил. Каждый день мне пишут сотнями письма во все соцсети. Фейсбук, Контакт, Одноклассники, почта вся забита. Было принято решение создать онлайновую трансляцию, чтобы я непосредственно не тратил время на каждого персонально. Мог в онлайне отвечать одновременно 100-200 человекам. То есть, вот такая приблизительная математика. Сотовая земля что из себя представляет? Это истинная модель нашей вселенной. Значит, когда люди о ней смотрят, они делятся на три категории. Значит, первую категорию я обожаю. Они мне пишут письма, говорят, Слава, мы всегда это знали, ты просто нам напомнил. То есть, истинная модель заключается в том, что наша планета в миллиарды раз больше и состоит из ячеек по аналогу пчелиных сот. Мы находимся в одной из такой сот, которая опоясана Антарктическим кругом. Если пересечь Антарктический круг, мы будем находиться в новых землях. Помимо этого, планета многослойная, то есть, над нами купол, потом идет океан, потом опять земли, потом купол, океан, земли. Ну, приблизительно 14 слоев. Мы где-то находимся посередине. Полета в космос никогда не было. Любой человек знает, что полета в космос не существует. Есть просто человеки, люди смерты. Выше человека идет ас. Поэтому любой человек знает, что Луна это космический корабль, а Солнце это обыкновенная лампочка. И больше, и не меньше. Солнце-лампочка находится к Земле намного ближе, чем Луна. Любой человек, который присутствует в чате, большинство, собственно, и присутствует по той простой причине, что я только что озвучил истинное положение вещей. Это аксиома, догма, а как известно, аксиома, это теорема, которая не требует доказательств. Передаю слово. Я понял. Большое спасибо за пояснение. Ну, собственно, я думаю, тогда я смогу включиться. Замечательно. Просят в чате, чтобы я задал тебе, гостю, вопрос. Ты веришь в отсутствие космоса? На самом деле, сразу так, сходу поверить в отсутствие космоса не представляется возможным, поскольку я конспировал, изучал различные факторы, даже насчет той же самой Луны, и прям сразу, я думаю, пока не уверен. Да, ясно. Ну, видишь, так исторически сложилось, что тысячи людей еще до моего озвучивания уже знали, что космоса нет, и мне было легче прийти к тем людям, которые знают, что полеты в космос не существуют. Почему инкогнито верит в космос, спрашивают поясом. Откуда у него знания о нем, спрашивают поясом. Ну, здесь я могу ответить, почему верю в космос. Во-первых, с давних пор имею хороший телескоп, но он дальше Луны, к сожалению, не добивает. Вот, поэтому могу, скажем так, осмотревать то, что попытается. Ладно, тогда я помогу инкогнито. Дело в том, что я не отрицаю существование космоса, но только не в том виде. Это равносильно, знаешь, я вот, допустим, возьму, ну, к примеру, кусок железа, и подойду к тебе и буду говорить, смотри, это вода. А ты такой в шоке думаешь, слушай, парень, ты либо сумасшедший, либо издеваешься надо мной, потому что я четко вижу, что это железо. Так вот, космос есть. Ну, как он, что он из себя представляет? Значит, так как мы находимся под куполом, а в истории иногда даже в древних манускриптах описано, и развергли с небеса, пробили небесный свод, и воды хлынули сверху. Над нами находится океан, но более плотный. Любой человек знает, что если подводная лодка опускается очень глубоко, от давления ее просто может раздавить. Поэтому полеты в космос возможны только на шарообразных объектах по типу Луны космического корабля. Любой полет, настоящий космос, который находится за куполом, неизбежно приведет к гибели. Да и вылететь невозможно. Где это видано, чтобы муравей сидел и мог на клавиатуре за компьютером работать? Мы самые обыкновенные муравьи. Мы не в состоянии... Мы не то, что не в состоянии, мы даже не знаем, что находится за куполом, а что нам говорить о каких-то полетах. Но я, естественно, знаю, что находится за куполом. Делаю ролики, уже больше ста роликов выпустил. Значит, что такое звезды? Звезды могут являться либо техническим устройством, собственно, как и планеты, корабли более высокого порядка. Также в Верхнем океане, как и в нашем океане, много живности плавает. Это может быть планктон, может быть медузы. Медузы, допустим, светятся. Допустим, осьминоги в нашем мировом океане, они меняют цвет. Любой человек, который рассматривал звезду, видел, она мигает то красный, то зеленый, то сильный, то желтый цвет. Вот она как бы может быть и живым существом, только на порядок выше, больше в размерах. Поэтому если самая близкая модель – это пчелиный улей, то есть если ты возьмешь и напишешь улей диких шершней, вот самая идеальная модель, то ты сможешь увидеть, как наша планета выглядит в реале. Но она очень гигантская. Дело в том, что я говорю, это надо просто мои ролики изучать. Я понял, Вячеслав, а если можно, я задам вопрос. Вот есть такая, скажем, ситуация, по всему миру с неба падают шары. Ну да, у меня есть ролики про это. Вот, я бы хотел узнать вообще ваше мнение по поводу того, что это такое и откуда оно, скажем так, берется. Значит, природа этих шаров имеет несколько видов, так как любой человек знает, что если нету полетов в космос, то и спутников никаких нету. Значит, в основном в виде спутников используют, значит, воздушные шары, накачанные гелием или цепелины, по нашему дирижабле. Вот, значит, эти металлические шары, я ухахатывался иногда, ради просмотров, я прекрасно знал, что это не Солнце, но я, допустим, подписывал, лампочка Солнца упала с неба, допустим. Ну, кстати, когда лампочку Солнца меняют, это затмение, или подзаряжаются, допустим, космические корабли от лампочки Солнца, это тоже может быть затмение. Поэтому вот эти металлические шары, они имеют как происхождение и земное, так и на ячеечное. То есть рядом с нами по периметру находится очень много сот, из которых проникает к нам ежесуточно большое количество более высокоразвитых цивилизаций. Они тоже могут мусорить. Подробно о сотовом мироустройстве написано в дрении ведической славянской сказки сказания о финисте «Ясный сокол». Там Настенька путешествует на виманах, вайтмарах по соседним ячейкам, спокойно перемещается. Эти соты наши предки называли чертоги. Наши предки жили в определенном количестве чертогов. К сожалению, у меня сейчас не открытые они там. Бусла, медведь, волк, лиса. Между прочим, и вот эта сказка пресловутая про колобка, это же на самом деле рассказывается как луна. Луна в виде колобка, то есть стилизация под колобка. Путешествовала по соседним ячейкам, прилетела в ячейку с медведем, в чертог медведя. Там у нее все было хорошо. Прилетела в чертог волка. Там у нее было все хорошо. На самом деле в сказке было 16 персонажей. А когда она прилетела в чертог лесы, то есть ее как бы захомутали. Значит, наша ячейка по умолчанию называется Русь. Так как, точнее, правильно, Роусь. Так как у нас есть солнце. Как говорится, порядковый номер у нее в одних народах, допустим, в скандинавской мифологии нашу ячейку называли Мидгард, а в индийской мифологии нашу ячейку называли Бхарта-Варша. Значит, и в той, и в той мифологии описывается, что на середине трех ячеек находится волшебное мистическое дерево. У индусы его называли Джамба-Двиты. В скандинавской мифологии оно осталось, как ясен Индарсель. Это дерево напоминает елку, поэтому у нас, у славян, есть традиция ставить елку на Новый год, символизируя это дерево Индарсель. Вечно зеленое, вечно живое. Я понял. А тогда вопрос еще есть. Скажите, виманы у нас в данной ячейке сейчас имеются? И вопрос номер два, чем же являются объекты, скажем так, которые фиксируются всяческими видеокамерами, которые называют НЛО? Ну, значит, даже в нашей ячейке, если мы так со стороны посмотрим, у нас технических устройств колоссальное количество, нереальное количество видов машин и марок, нереальное количество военной техники, танков, самолетов, кораблей. В масштабах нашей вселенной каждый народ изобретает, по сути, для себя, под себя разные технологические сооружения. Даже сейчас в интернете можно найти книгу Вимани Кашастра, где подробно описывается колоссальное количество всевозможных космических агрегатов, которые прилетают из соседних ячеек. Помимо того, что описываются, как они называются, описано, из чего они сделаны, чем заправляются. Как управляются? Значит, на данный момент мы над собой видим только Вайтмару постоянно. Значит, Вайтмара – это самое гигантское для нашего понимания космический корабль. На борту Вайтмары находится до 100 Виман, до 144 Виман. На каждой Вимане находится до 144 Вайтман. То есть, это своего рода крейсер. На данный момент он находится под управлением наших светлых иерархов. Хотя, к сожалению, были случаи, когда его захватывали. Те же моменты, когда у нас было три Вайтмары, одну захватили, ее название было Леля. Ее, когда захватили, наши предки ее дистанционно взорвали. В отместку наши враги взорвали Луну под названием Фата. В побрыхеньках рассказывается, что была планета Фаэтон. На самом деле, это была Вайтмара. Осколки Вайтмары, это можно найти в лесотундре. Оттуда, кстати, у нас пошло слово в нашей речи «фатальность», «неизбежность» и так далее. Был Спас, который предупредил, что Вайтмара рванет. Поэтому из Дарии было великое переселение по уральскому хребту в Россению. После этого в нашем языке появилось слово «спас» и «бог». То есть имя нарицательное «волхва», «спас» идет и потом «бог». После этой трагедии были наши предки вынуждены изобрести такое понятие, как казачий «спас». Появились казаки-характерники, которые в сложившейся ситуации должны были выживать. Мы утратили из-за этого падения много своих способностей. Поэтому те объекты, которые мы с вами видим, это является продуктом наших соседей. Движение между ячейками происходит по многим фронтам. Точно так же, как Гитлер в 1944 году, есть карты, сохранились до наших дней соседних ячеек. То есть немцы, когда достигли своей так называемой «шваби» на подводной лодке, они отправились в ячейку. Сейчас даже могу, кстати, карту эту показать. Может, я сейчас попробую расшарить ее. Так, демонстрация экрана. Значит, есть такой исследователь Николай Суботин. Я не знаю, какими правдами и неправдами ему удалось выкупить в нацистских архивах. Уникальный клад. На самом деле, он думает, что это планета Земля. Но я понимаю, что основная масса людей, им непросто. Чтобы правильно думать, нужно стать человеком. Значит, дело в том, что, кстати, колода карт наглядно показывает, что такое люди и человеки. То есть Ас, он же Тус, это бог в земном воплощении. Известный нам Ас, это был Иисус. Или настоящее имя Радомир. Потом эволюционно идут человеки. Потом люди. Потом жить. После этого идет нежить, нелюди, бесы. После бесов Кащея. Потом идет Господь или Господин. Вот. То есть зеркалка негатива. Так, надеюсь, в трансляцию это пошло, надеюсь. Кто смотрит этот, как он называется, в трансляцию, видно ли? Да, видно. Все видно. Значит, к сожалению, мне не нашлось найти фотографию. Это пальцы Павла Субботина. Не удалось мне найти фотографию, где его лицо. Но оно у меня есть в одном ролике. Ролик мой называется «У нас три Антарктиды». Значит, вот эта карта уже с вами наглядна. Это не подделка. Внизу датировка идет 1944 год. Значит, изображена соседняя ячейка Асгард. Немцы, когда доплыли в соседнюю соту, они, скажем так, высадились и заняли три острова. Тут даже есть новый Берлин. Кстати, сейчас я попробую схематически приблизительно показать, как же наша планета выглядит. Значит, люди, которые слушали мои ролики, они настолько вдохновились, что начали рисовать, скажем так, по собственной инициативе вот такие чудесные произведения. Чтобы другим людям наглядно понять, как же наша планета выглядит на самом деле в настоящем космосе. Так, ну, надеюсь, это тоже подгрузка пошла, посмотрели. Просто те, кто мои ролики смотрел, это, кстати, самый первый рисунок, который создал человек. То есть, он услышал мой ролик, и через час Алексей из города Белгород это уже создал рисунок. Значит, в приближенном варианте наша сота выглядит приблизительно так. Значит, вот здесь находимся мы. Вот. Мы находимся оповязаны антарктическим кругом. Если пересечь... Это, кстати, абсолютно достоверная информация. Американцы в каком-то там 56-м году адмирал Беринг отправил в соседнюю соту целую флотилию. Когда нежданные гости ворвались в соседнюю ячейку, эскадра была потоплена летающими тарелками. Оставили флагманский корабль, который прибыл в Америку. И адмирал Берн рассказал всю эту ситуацию, что нельзя соваться. Мы не то что муравьи, мы вообще ничтожество по сравнению с другими высшими цивилизациями, которые находятся в соседней ячейке. Наша ячейка находится в оккупации. Так как 200 лет назад, по нашему стилю, в современном 1780 году, по нашей соте был нанесен сокрушительный термоядерный удар, в результате которого погибло 80% нашей соты. 20% уцелело. Оставили порядка 3 миллионов деток, которые были не старше 7 лет. Мы потомки этих детей. Этим детям навязали, что Земля маленькая и кругленькая. Этим детям навязали, что есть космос. Этим детям навязали, что есть единый Бог. А каждый человек знает, что богов больше, чем человеков. Каждый человек знает, что богов мириады во вселенной. Мириады. Несчислимое количество. Кстати, могу показать Землю нашу в разрезе, если мне удастся, она быстро попадется на глаза. Где-то она... Сейчас, 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 сейчас. Так, так, так. Кстати, вот древняя карта, которая показывает ледяной барьер. Не знаю, сколько этой карте лет. Ну, если инкогнито смотрел сериал «Игра престолов», то там про ледяной барьер очень хорошо показано и рассказано. Да, знаю такое. Если можно, пока воспользуюсь положением, задам вопросы. Да, пожалуйста. Вот. Во-первых, скажите, что будет, допустим, если мы вспомним древние знания и сделаем что-то наподобие Виманы. Сможем ли мы вылететь или хотя бы ознакомиться с соседней ячейкой и будут ли нам там рады? Здесь надо, надо понимать очень важный момент. Люди наивно полагают, что существуют страны мира. Когда-то, 200 лет назад, здесь была одна держава под единым управителем. Управителем был один хараон, вот, то есть, ну, это, не было никаких стран, никаких границ. Окупанты, которые нам навязали, значит, нас оккупировали, они за 200 лет придумали 200 народностей, 200 национальностей, 200 языков. Создали страны. Люди верят, что они живут в странах. На самом деле, каждая страна – это самый настоящий концлагерь. Без преувеличения, концлагеря бывают разные, больших размеров и маленьких. Человек не может жить, как пожелает. Правила концлагеря, законы навязывают ему определенный порядок. Наши предки жили по канонам. Мы сейчас живем по законам. То есть, выйдя за кон, мы становимся преступниками. Наши оккупанты не дадут нам выйти за антарктический круг. Со мной после выхода с этой информацией связывались и по сей день пишут люди, как они представляются. Там, офицеры Тихоокеанского флота, там, летчики, там, подводники. Во-первых, они в шоке, откуда у меня эта информация, потому что она находилась под грифом «особо секретно». У них есть прямой приказ, любой, кто приближается к антарктическому кругу, не санкционированно, открывается огонь на поражение. Все суда, все концлагерей мира уничтожают любого яхтсмена, любого человека, который летит на воздушном шаре. То есть, я так понимаю, что все-таки за пределы ячейки, с какой-либо-то технологией мы все равно попасть не сможем, да? Если бы не были в оккупации, можем хоть пешком. Потому что у меня, кстати, они спрашивали, вот нам одних можно уничтожать, а бывает, люди, нам идет звонок сверху, этих пропустите. Они высаживаются и на лыжах идут. А мне потом задавали вопрос, они все время идут до этого барьера, что ли, пешком на лыжах? Я просто объяснил по-человечески. Они идут ровно столько, пока они из ваших глаз не исчезнут. Потом они садятся на свою технику и уже доезжают до барьера. То есть, даже пешком народ тудой-сюдой шарится постоянно. Единственное, кто ни у кого не спрашивает, это йети. Они проникают без проблем в наши соты. Иногда у нас светятся. Ну, приходят из других ячеек и посмотрят, что тут находится. И также уходят в свои ячейки, потому что видят, что тут без лыжа творится. Поэтому, если бы не были в оккупации, можно запросто было попасться в другие соты. Да, еще хотел спросить, у кого мы находимся в оккупации? И возможно ли нам как-то всем, скажем так, землянам скопироваться? И вырваться из этой оккупации? Это крайне сложно. Во-первых, потомка прямой белой расы. Во-первых, я могу рассказать, откуда она появилась. У меня схема идет. Осталось порядка 200 миллионов в нашей ячейке. Кто такие прямые потомки белой расы? Это люди, у которых есть совесть, честь, чувство долга, ответственность и так далее. Люди, у которых нет совести, они не люди. Они либо зомби, либо биороботы. Если человек живет без совести, это уже не человек. Совесть это единственный критерий, как распознать свой или чужой. Значит, оккупантов было несколько. Собственно, они сейчас есть. Также присутствуют две светлые цивилизации. Мне часто задают вопрос, почему наши светлые иерархи, которые находятся на Луне, не вмешиваются. Я всегда говорю, посмотрите польский фильм «Трудно быть богом». Там очень подробно рассказывается, почему жители Луны не хотят нам помогать. Вот. Значит, те, кто нас оккупировали, они дрались иногда между собой за право нас кушать. Иногда наши земляне, предки, были свидетелями подобных боев. Это хорошо описано в эпосе Мапабхарата и Рамаяма. Как две сверхцивилизации устроили между собой замес. А на несчастных землян в момент этой их бойни падали, как говорится, на головы огненные шары. То есть они рубились там ядерными оружием между собой, а из-за этого люди страдали. Поэтому те, кто нас оккупировали, они договор между собой заключили. Кушать нас, как говорится, значит, Америку одни кушают, там, допустим, Азию другие, Австралию третьи. Значит, на данный момент четыре враждебные цивилизации находятся у нас. Их принято называть рептилоиды, серые, андоргены, по-моему, или андоргены. Ну, короче, получили мужчина и женщина в одном... Как, как, андорген? Андрогены, наверное. А, андрогены, да. И типа драконитов, короче. Вот. Каждый использует нас по-своему. Одни просто едят, другие пьют кровь, третий питается гавахом. Гавах – это тонкие материальные излучения человека, которое выделяется в момент страданий. Вот. Я, по-моему, ушел далеко от вопроса. Да. А вопрос заключался, если в двух словах? В двух словах, почему, на самом деле, если мы, скажем так, сплотимся, не сможем вырваться из оккупации, и зачем оккупация нужна соседним ячейкам? Какая оккупация? Во-первых, мы здесь на карантине. Мы еще не только зараженные физически, но еще и душевно. То есть, есть же более тонкий план. Во-первых, мы не избавимся от них, потому что наш противник более технологическим... Не, шанс есть. Я за него постоянно говорю, я сейчас его озвучиваю. В технологическом плане более сильнее. Он нам, кстати, и технологии подкидывает. В Ватикане, допустим, находятся километры этажей вниз, и по периметру там собраны все знания, которые за последние сотни лет нам накопились. Дело в том, что 200 лет назад наши предки жили более высокотехнологиями, чем мы сейчас. Мы по сравнению с ним в каменном веке находимся. То, что нам официальную историю рассказали, вначале наши предки на деревьях висели, потом лаптями щи хлебали. Это все навязали вот этим нашим предкам, которые детки по 7 лет были. И вот это мы эту историю бредятскую знаем. Такого не было. Значит, на данный момент в нашей соте человекоподобных существ проживает не 7 миллиардов, а порядка в среднем 3 миллиарда. Нас, потомков белой великой расы, всего лишь 200 миллионов. Я в основном называю белорозовые, но всегда говорю, не огорчайтесь, если у вас шоколадная кожа, или желтая, или красная, другой разрез глаз. Если у вас есть совесть и так далее, значит вы славянин. Кто такие славяне? Это не национальность и не народность. Славяне это кто славит богов. Вот, кстати, благодаря вот этой схеме, которую я вывел, можно показать. Зрители и слушатели... А вот и Катабыч из бутылки вылез. Вы что, сбежали-то, сука, не предупредили? Оказывается... Да мы тебя зовем уже 5 лет. Все записывается. То, что ты сейчас говоришь, все записывается. Я тебя предупреждаю. Все в эфире. Так что... Да, 61 человек смотрит. Субтитры сделал DimaTorzok